добрый день меня зовут сергей это автомобильный проект на портале правда точка ру сейчас я еду к одному человеку встречу с которым вряд ли ищет какой-либо водитель это следователь по дтп дамы и господа имею честь представить фанис махмудов старший следователь отдела по расследованию дтп следственного управления ульяновской области вот как прокатимся прокатимся поболтаем как обычно немножко о всяком разном скажите пожалуйста работа ежедневная тяжелая естественно работе вот вы расследуете именно уже от преступления то есть именно когда уже что-то совершилось и когда нужно кого-то найти правильно это нашего отдела это отдел дорожного транспортного происшествия то есть где имеются пострадавшие либо погибшие то есть и происходит дтп с пострадавшими то есть с тяжким людям здоровья или с признаками тяжкого здоровья либо погибает человек данным дтп и естественно это уже наша специфика наша наши последствия то есть это даже те ситуации те дтп когда вот вина понятным условно говоря вот ехал маршрутчик тогда попал дтп погиб пассажир то есть это тоже ваше ведомство естественно а я почему-то думал что именно так когда кто-то прям вот именно скрылся не есть то есть если производит дтп тогда это естественно все все дтп наши где имеются пострадавшие с признаками тяжкого рода здоровья либо смерти одного или скажи пожалуйста он то есть давайте разберем такие более сложные случаи которые но бывают потому что понятно если это вот она авария произошла виден сразу ясен виновный но здесь наверное это дело как считается более простым легким вас есть какая-то классификация простых и легких дел не бывает но бывает сложные дела сложного дела заключается в том что допустим если это тп произошло в ненаселенного пункта на трассе то есть в темное время суток бывают такие что шокот был один на месте происшествия свидетелей нету водитель скрылся с места происшествия вот такие ситуации да они сюда не сложны как вы находите преступник что такое оперативный путь если это не является конечно профессиональной тайной где-то тайны где-то нет все что нельзя вы не расскажете да она устанавливаем свидетели ищем свидетелей по камерам нас в наше время сейчас по городу везде установлены камеры которые фиксируют то есть по камерам ищем ищем машины подходящие если на месте происшествия что-то какие-то детали и уже сверяем естественно нам помогают сотрудники которые специально подают разузданы сотрудники гипотеза рассылают и совместно с совместным понятно то есть получается сейчас проговорили про камеры наблюдения которые разрешены по всему городу я правильно понимаю это та самая система мониторинга дорожной обстановки которая все записывается и эти тоже а что еще ну бывает что допустим дома в организации установлены камеры видеонаблюдения то есть тоже к ним обращаемся иногда за помощью ну все что есть если есть допустим сначала смотрим место происшествия если этом организации которую настановка камеры наблюдения наружного наблюдения то есть и идем к ним запросами обращаемся они там видим и уже исходя из этого из всего что мы собираем уже ищем находим как часто ли у вас с вам встречаются активные как это сказать люди с гражданской позиции которые ну сами приходят и говорят да вот я был свидетелем есть конечно такие люди но я не хочу сказать что это их много но есть такие люди но есть такие люди которым не то что безразличные есть есть безразличные люди которым это тоже интересно то есть несмотря на то что он сегодня например он был свидетелем какого дтп ну там смертельного да например а завтра же по сути это может произойти с кем-то из его родственников то есть какая-то определенная точно сознательность должна же быть наверно от дтп никто не страху это не только же человек который совершил дтп он только на ведь не только тот человек который попал дтп он нарушил правила движения но он может поехать спокойно а кто-то нарушил другу знаете здесь никто от этого не страх можете вспомнить какой-нибудь такой прям хорошие резонансное дело и прям вот весь путь вспомнить как вы прослеживали за на последних один из последних резонансное дело это было то что наезд на ребенка на проспекте на риманово это вот 9 мая а тот самый вот сучка тогда писали да 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 там значит женщина девушка была за рулем автомобиля совершил наезд скрыл с места происшествия в итоге на следующий день мы все автомобили автомобиль нашли опять же нашли опять же по камерам и опять же из из-за отзывчивых людей которые видели эту машину нам сообщили но есть это дело вот сейчас рассказывать что он такой раз легко нашлось все понимать для вас наверно легко это просто рассказать что так легко на самом деле это было сложно не сложно 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 любая работа нам сама по себе сложная даже мы с вами едем это сложно ехать вы за рулите я и пассажирами тут и тоже что-то надо делать правильно и здесь также но как бы сложности есть но нет не будет сложности то есть люди помогают есть хорошие вопросы вопросы вопрос вы сами за рулем есть естественно добропорядочный водитель центр мониторинга который работает при департаменте автодорог ульяновской области отслеживает состояние дорог в регионе в режиме онлайн для этого на ключевых трассах установлены веб-камеры чтобы получать оперативную информацию о проблемных участках центр мониторинга у нас функционирует не первый год и и максимальное количество камер из которых отслеживается ситуация было 14 стационарных и две передвижные устанавливаем на машинах которые в принципе могли быть направлены в любую точку области непосредственно для того чтобы у нас говорится была картинка из первых рук по словам специалистов передвижные камеры нужны для того чтобы исключить получение недостоверной информации если быть точнее то доказать получение ложного сигнала удивительно но до сих пор находятся люди которые дозваниваются на горячую линию и рассказывают о непреодолимых снежных заносах хотя дорога может быть абсолютно чистой по такому ложному звонку на тот или иной участок перебрасывается спецтехника тратится время и средства хотя эти же самые машины могли бы работать на реальных снежных заносах от чердак лова до димитрограда невозможно было проехать как граждане говорили вот мы ловким анализируем ситуацию дорога обработана противоговорным материалом открыто от снега в принципе камера поворотная можно посмотреть как в сторону города димитроград то есть непосредственно гору посмотреть как она это сам проблематичный участок у нас также в другую сторону в сторону и кольское черемшане и там и там получается что дорога у нас в хорошем состоянии на горячую линию даже поступают звонки где водители требуют привести зимнюю дорогу чуть ли не в летнее состояние как отмечают специалисты некоторые водители как будто забывают в каком регионе они живут и что снегопады для ульяновской области это обычное явление и в зависимости от категории дорог со снегом и льдом борются по-разному у нас порядка полутора тысяч километров находится по нормативным требованиям может находиться в снежном накате и водители тоже пусть не путают это есть высокая интенсивность движения транспорта где действительно пескостоляная смесь работает ну она в принципе какой ее начнет работать когда есть движение транспорта то есть колеса процесса движения имеет физическое свойство нагреваться резина и передается непосредственно вот это вот тепло передается на пескостоляную смесь которая катализирует начинает работать и поэтому происходит таяние вот это снежной ледяной корки таяние где нет движения соответственно как бы мы не обрабатывали результат будет нулевой для справки на территории региона работает более 200 единиц спецтехники работа производится как в виде текущего патрулирования так и в усиленном режиме при этом даже регламентируется определенное время на приведение автомобильных дорог нормативное состояние сроки ликвидации зимней скользкости ликвидации снежных заносов у нас числятся нормативными требованиями по окончанию снегопада то есть по окончанию снегопада в течение четырех шести часов на властных дорогах высокая интенсивность движения и на прочих до 12 часов должно быть расчищено от снежных заносов поэтому совет водителям если на некоторых дорогах не виден чистый асфальт то не стоит паниковать и сразу звонить на горячую линию заявляя о непреодолимых снежных заносах возможно это просто снежный накат по которому можно беспрепятственно проехать как вас занесло в эту работу в бюдгаре таким простым языком как занесло в органам внутреннего дела я с 2005 года когда зародился это мечта когда зародился это мечта в школе да и в школе нас к этому приучили там сотрудники милиции милиции тогда еще да тогда еще если я стал свидетелем ДТП куда мне обращаться 0-2 просто 0-2 просто 0-2 посмотрите психологический момент вот я стал свидетелем ДТП например и я хочу сообщить насколько будет анонимность что потом никто не расскажет что это именно я ну сами понимаете да вдруг преследование ну это зависит от человека что именно если он хочет остаться анонимным то заострится анонимно то есть 100% анонимность гарантируется при необходимости да потому что это во всех случаях да ну потому что знаете вот как бы возможно что кто-то бы готов был сообщить он думает так ну там вот была дорогая машина человек скорее всего непростой сейчас скажу потом же меня высадят потом меня же и найдут за то что я оказался таким неравнодушным ну вы понимаете сколько я работаю в этом отделе с 2019 года еще раз благодарю ну ни разу еще на каком случае нет чтобы кого-то преследовали кому-то что-то упорошили еще ни разу так у меня то есть вы прям разбиваете небольшой наверное миф возможно наших зрителей потому что ну все равно мне кажется присутствует вот эта опасность ну что ж это хорошо что это так развивают ли какие-то силы или другие люди давление на следователя нет такого ни разу не было ни разу не было за других ответить не могу но по крайней мере в нашем отделе у меня нет ну вы понимаете у нас у нас контингент людей не такой как в других отделах скажем так то есть у нас водители водители все всегда ну нормальные люди которые не ходят с ножами не бегают да есть такие случаи когда человек он находился под этим находиться под этим объединением есть такие случаи были такие случаи ну это редко в основном все нормальные парадочные люди то есть это просто вот волей случая с течением обстоятельств так уж получилось что произошло дтп которое привело к сожалению к трагичным последствиям кстати а много ли в вашей практике или может быть есть статистика в состоянии алкогольного наркотического опьянения происходит не часто но происходит то есть нельзя сказать что каждый второй например то есть это по большей части все таки люди являются тренезовыми и адекватными когда происходит результат а кто как правило виноват оказывается то есть это водители скорее или это скорее пешеходы которые начинают ну сами условно говоря под колеса прыгают в большинстве случаев водители ну нет такого что пешеход был виноват ну это по закону он не виноват а по сути то ну вот он бамс вот стоял стоял бамс и прыгают ну в любом случае понимаете в любом случае если пешеход выходит на дорогу то есть на проезжую часть он создает опасность для движения и водитель мы проводим все необходимые следственные действия все необходимые мероприятия и уже назначаем экспертизы и экспертизы нам отвечают что водитель мог ли предугадать нет мог ли водитель остановиться то есть не совершив наезд в этих то есть при возникновении опасности с того времени как человек пешеход создал для него опасность то есть сейчас такая немножко параллельная мысль когда в машине есть регистратор это хорошо для водителя в грязь случае он поможет просто банально выйти из той или иной ситуации когда вроде бы все против тебя как водителя но по регистратору, например, будет видно что он действительно не имел возможности ну не всегда не всегда? не всегда не всегда просто люди не всегда подкованы юридически и не все знают но регистратор бывает наводить в машине естественно естественно то есть с ним все-таки лучше чем без него да все понятно не всегда не всегда если есть тяжкий вред либо смертельный исход не всегда водитель виноват то есть водитель иногда бывает такое что действительно мы проводим все следственные действия обназначения экспертизы все необходимые и получается что водитель не имел технической возможности остановиться то есть естественно не имел технической возможности остановиться ну там бывает пешеход выбежал или еще что-то такое ну например можно привезти если водитель действительно не имел технической возможности значит он не виноват а как же по умолчанию так тягчайщины обстоятельства что мы водитель это управляет средством повышенной опасности и это гражданское правоотношение То есть, если водитель совершает наезд и столкновение, ну, в нашем случае это наезд, да, он является очень повышенной опасностью. Однозначно есть ток человек с взрывным столкновением, он является очень повышенной опасностью. Понимаете, здесь как бы еще у нас народ, то есть, как у нас в административном, административном правонарушении, то есть, установлен знак 40, да? То есть, можно ехать со скоростью 62. Плюс 19. 59. 59 можно ехать. Но это в административном. А если мы установим, что скорость у него была 58 км в час, то есть, где можно ехать 40, и это будет состоять причиной связи с данным происшествием. Понимаете? То есть, в административном, да, 40 значит 40, а 40 значит 59 можно. А если возьмет уголовного дела, то здесь ветер превышает даже не на один сантиметр, не на один километр. То есть, внимание, водители, если вы едете, видите знак 40, то это не значит, что можно ехать 59, как допускают ПДД. Потому что, если вдруг что-то произойдет, то даже 41 км в час будет вам вписан как то самое превышение скорости, которое привело к ДТП. Если это будет состоять причиной связи. Так, ну что, все, немножко, небольшой кружочек сделали. Привожу туда, откуда взял, забрал, забирал. Да, забирал. Туда же. Ну что, большое спасибо за интересный разговор. Спасибо. Никогда не увидимся. Спасибо и вам большое. На фонарах… Это вам прощательный вид из культуры. У нас естьYE ю-шел…